Неофициальный старт курортному сезону дали майские праздники. На отдых в наш город приехали свыше 200 тысяч гостей. Нетрудно представить, что уже через три недели в Анапе будет жарко во всех смыслах. Солнечно, многолюдно и шумно. Сейчас время повышенной готовности для многих служб. Например, муниципальному контролю предстоит обследовать стройплощадки. С 15 мая в центральной части города и в курортных округах стройки должны остановить свою работу. Те объекты, строящиеся, которые не попадают в обозначенные улицы, тем не менее, всех письменно предупредить о режиме работы в выходные дни. То есть не ранее в 9 утра, не позже в 20 минут. И берите средства на контроль, распределитесь уже заранее, потому что в первую пока время обязательно будет несоблюдение, мы будем наезжать, пожалуй, по улице. Середина мая – точка отчета в работе мобильных групп. Незаконная торговля, услуги коробейников, контрафактный алкоголь, бич любого сезона. 15 числа мобильные группы должны начать работать. Это 15 мая. Режим устанавливайте. И все безобразия, которые сегодня уже начинают появляться в наших курортных территориях, мобильные группы должны работать. От малого утриша до веселого. Еще одна острая тема – состояние дорог после разрытия. Подрядные организации благоустройства подменяют откровенной халтурой. За асфальтированные кое-как участки проседают, а на дорогах зияют ямы. Ежедневно по ямам, по разрытиям предоставляете мне. Ежедневно, подчеркиваю. Если вы сегодня не представили, завтра утром я разрешаю заявление написать. Вместо отчета. Мне уже надоело говорить. Полгорода перерыли. Ямы просаживаются. Да вы видели вдоль больницы, что понатворили нам, а? Всю улицу перерыли. Вот так вот полосочкой, которая сегодня провалилась. Новый асфальт был. И никому не интересно. На ежедневный контроль глава Анапы поставил и ситуацию в Витязево, где строят магистральный водовод. Водовод нам нужен вот так. Но нам нужно и принимать отдыхающих. Как известно, он на то и глава, чтобы за порядком следить и требовать его соблюдения. Поэтому Сергеев предупреждал заранее. Сейчас выберите наиболее участки, которые в курортный сезон я копать не дам. И он будет ходить вместе с министром, со мной. Понимаете? Вот выберите и с подрядчиком проговаривайте. Сейчас можно рыть. И соблюдение графика работ глава требовал. Значит, от вас мне гарантийное письмо. От вас. Что? То есть график производства работ. У меня есть люди, которые будут следить за исполнением графика. Это раз. Меня не волнует согласование с ГИБДД, с ним. Работаем день и ночь. Потому что у нас ни за горами курортный сезон. И про восстановление дорожного полотна после разрытия Сергей Сергеев спрашивал. А у вас в смете заложено восстановление? Да, заложено. Все, в асфальте, в асфальте. В один голос и заказчик и подрядчик производства работ ответили на всю ширину полотна. Горький опыт строительства канализационного коллектора обязывает главу города быть взыскательным к обещаниям. Мы вам будем давать частями. Значит, никакого два месяца. Вот график производства работ. Вот он кусок. Закончили, поехали дальше. Ребят, в другом месте так работаете. Я это проходил. По коллектору знаю. Не обижайтесь. Но потом я вас буду ловить. И вот он сегодня на объекте, где благоустройством и не пахнет. И главное, полностью перекрыта улица Красноармейская. Жители ее в панике. Начиная с паспорта объекта, который вот здесь... Низу она стоит. Начало объекта и в конце объекта. Начиная с паспорта объекта. Можно сделать вывод, что тут порядка никакого нет. Я очень сожалею, очень сожалею, что пошел у вас на полотна. Поэтому глава города потребовал своего заместителя по ЖКХ сделать этот объект своим рабочим местом, пока не будет восстановлено дорожное полотно на всю ширину дороги.